добрый вечер уважаемые телезрители мы приветствуем вас сегодня за нашим столом который мы посвятили теме которые сегодня можно сказать не то что мы обязаны об этом говорить но мы всегда должны об этом говорить это роль женщины современном ассистинском обществе и прежде чем мы дадим слово нашим уважаемым дамам я бы хотел просто чтобы они послушали как мужчины ответят на этот вопрос какова роль женщины в современном ассистинском обществе я предоставляю слово куста джукаев спасибо говорить об этом нужно как ты понимаешь дорогой друг бесконечно и здесь двумя словами не отделаешься тем более речь когда идет о наших временах то что ты назвал современным обществом здесь у нас мне кажется что вот в наши времена роль женщины совершенно особая на огромной высоте и во многих а может быть и большинстве случаев она более весома даже чем роль мужчин когда мы говорим современные времена но я это понимаю видимо как вот наша новейшая история то есть после печального распада той большой светлой доброй страны в которой мы все жили и выросли вот после этого мы помним эти страшные 90-е годы я могу только честное слово вот преклонить колено перед подвигом наших женщин потому что то как они вынесли на своих хрупких плечах 90-е годы это просто уму непостижимо а ведь в это время надо было не только защищать родину надо было не только просто вот поддерживать нас мужчину надо было и воспитывать детей и вот те мои знакомые женщины которые вот в эти страшные годы сумели воспитать и вырастить достойных граждан нашей республики это же подвиг который ни с чем вообще невозможно сравнить его можно сравнить может быть разве что вот с подвигом мужчин которые отдали свои жизни во славу родину поэтому я считаю что женщины которые сегодня с нами живут в южной осетии это своего рода историческое чудо для нас диссо годом и если уж говорить чисто философски то я полагаю что без вот этого диалектического единства между нами мужчинами и нашими дорогими женщинами мы бы просто не смогли бы выдержать эти 30 лет невероятной борьбы они дали нам большое большую надежду большое мужество и самое главное веру веру в то что все-таки нам удастся добиться тех целей которых мы ставили перед собой без них просто не понимаю как бы это было возможно и низкий им поклон за это спасибо вадим шутович я хочу пользуясь случаем прежде всего поздравить всех женщин пожелать им счастья здоровья хорошей семейной жизни в личной и в общественной жизни всех благ особенно тем женщинам чьи сыновья находятся на украине пожелать им счастья здоровья чтобы их не сыновья вернулись домой счастливыми с победой прежде всего конечно же здоровыми и с победой ну и всех тех благ что они сами себе желают ну и также мои слова сочувствия соболезнования тем матерям женщинам сестрам чьи родные близкие не вернулись живым как сказал уважаемый куста этот эту роль женщины в современном и вообще в целом роль женщины тяжело переоценить при всем питом как бы иногда у нас не были к ним претензии то есть положительная роль женщины незаменима и ни с чем его не сравнить женщина мать женщина сестра женщина подруга женщина дочка и так далее в это одни из самых дорогих людей которые у нас есть и конечно их их роль для нас огромная и значимая все поэты и композиторы и писатели наверно больше всех пишут про женщин и не зря потому что их роль в нашей жизни огромная особо я бы хотел вот коли вы затронули работу затронуть вопрос роль женщины как специалиста как работника как части того общества того государства в котором мы с вами живем это прежде всего здравоохранение медицина югостинское предприятие хлебобулочных изделий бтк 4 я бы хотел для этих женщин при жизни поставить памятники если была такая возможность и вообще не помешало бы нам в южной осетии сделать памятник матери женщины вот я подаю идею и готов принять в этой идее участие кто возьмется за это дело здравоохранение особая роль наших женщин наших девушек которые себя проявили в образовании особая роль даже в том небольшой промышленности которая мы сегодня имеем в республике пока мисс тоже особая роль я бы хотел чтобы для них создать дополнительные годы хотя бы шести часовый рабочий день четырехчасовой рабочий день в пятницу все это конечно все что свыше нормы сделать двукратно оплачиваем и и заносить также в стаж и своим уважением своим отношением к женщинам к матерям прежде всего проявлять побольше к ним уважения любви и тепла спасибо вот добрый день всех прекрасных дам с праздником наступающим но я как творческий человек вам скажу что все что совершалось в мире красивого поэзии живописи в кино вообще в культуре это благодаря женщин если начнем с клеопатры леди макпит там рома джюлета анна каренина наконец фатима азов и так далее и так далее и могу сказать что если бы не было женщин которые побуждают нас творческих людей создание чего-то такого мы сами это не понимаем но получается чрезмерно высокое состояние души и хочу всех их поблагодарить за это потому что они нами нам дают чувство любви чувство понимания прекрасного чувство тогда когда вы смотришь на женщину женщины все прекрасно нельзя сказать что не не прекрасная жизнь они очаровательны они божественны просто я хочу пожелать первую очередь нашим женщинам осетий матерам сестрам женам всем любимым чтобы они были часть счастье вы по-женски а я считаю что женское счастье это нормальный мужчина первую очередь это я вам пожелаю нормальных мужчин которые будут вам петь красивые песни вот так скажем для меня женщина это конечно же прежде всего мама самое святое без преувеличения все то что все чего мы все ради кого мы в этой жизни мы всегда должны помнить именно о ней при всем при этом не важно есть она с нами в этой жизни ли ее уже нет когда ее нет она все равно с нами в душе просто мы не слышим ее живого голоса и мне кажется что если каждый человек будет помнить о том что маму обижать нельзя то и воин не будет потому как наверное каждый будет знать о том что ни в коем случае нельзя доводить до того чтобы придя домой и тому святому человеку которую мы называем мамой чтобы ей было больно это первое второе надо исходить из того что ради кого мы что-то в этой жизни делаем все то доброе ценное это все называется в едином слове любовь у меня всегда с детства в голове ассоциируется только одно явление которое мы в школе учили на великом могучем русском языке слово любовь не имеет множественного числа значит есть она эта любовь она в единственном роде ну и чтоб широко не распространять свои добрые мысли мне кажется что вот та самая любовь она существует именно и есть от мамы к своему ребенку вот это нарушать никогда нельзя мне очень хочется вот нашим красивым дам которые здесь находятся что вы были здоровы что счастливым мамами были и чтобы в вашей жизни всегда исполнялось то доброе красивое сокровенное я думаю что мир всегда будет красивее тогда поэтому для меня роль женщины самая главная роль это роль мамы и мы должны это ценить и свято в душе хранить лера филиппом насколько правы мужчины которые сидят как бы напротив ребятам в отношении женского женщины все сказали правильно как-то одна такая публичная женщина во власти когда должна была начать говорить она начинала так мне много лет но вот я хочу сказать я мне столько лет что я имела возможность оценить роль женщины роль мужчины я просто скажу одно что очень убогой будет жизнь женщины и есть без мужчины и жизнь мужчины без женщины это однозначно роль женщины она трудно ее переоценить это уютный дом это сын это дочь это внуки это теплая чага это вкусный ужин это детский шум это благополучие семейное это то счастье о чем мечтает каждый мужчина это тот ты который женщина должна обеспечить мужчине а такой мужчина он уже и на работе и в карьере и на защите родины везде будет на высоте роль женщины она велика но начну пока там она многолига это роль но вот самая главная роль это роль матери роль жены и роль хранительница чага это однозначно и кто бы что не готов собственно с этим и по моему никто и не спорит это быть хорошим тылом для своих мужчин и хранить семейный очаг Жанна чего не хватает современной женщины в современном мастинском обществе я думаю что все функции перечислены спасибо пусто георгиевич за стотие васовское обращение отношения к женщине в общем контексте и очень много сказано что роль женщины как мамы как женщины в целом и что ее должен оберегать мужчина следовать тот статус тот фонд этот фундамент о котором сейчас говорится но порой к несчастью к сожалению приходится так что женщина остается без этого фундамента и ей самой приходится становиться тем самым фундаментом и строительство каждого кирпичика самой в себе оно приходится укреплять разными методами поэтому разные бывают ситуации и порой вот та роль которая в общем то господом богом приписана женщине она иногда гипертрофируется видоизменяется целом роль женщины в современном осетинском обществе она очень видоизменилась и мы это сами наблюдаем и видим очень много трансформации порой даже не в добрую и не в положительную сторону и если бы об этом это бы выносилось широкие массы и об этом говорилось бы и женщина воспитывалась бы так как раньше в осетинском уюте и очаге воспитывалась девочка то я думаю что роль женщины даже в современном осетинском обществе стал бы намного краше намного лучше и тогда о той красоте о которой Вадим сказал что благодаря женщинам писались стихи я хочу еще раз поздравить всех нас женщин вот этим прекрасным праздником и поблагодарить вас всех мужчин за поздравления и такой за очень высокую оценку спасибо я хочу сказать от себя я как современная мать в современном обществе большую роль отвожу именно роли матери и в семье и в последующих отношениях и именно как мама вот изначально воспитает и поставит вот современное вот подрастающее поколение да вот так же будет зависеть и будущее не только в семье но и в обществе тоже вот сегодня особенно огромную роль играет воспитание именно женщина в семье в семье да как я и учитель тоже хочу сказать что больше всего зависит и в семье от женщины и в воспитании и в современном обществе вот поведение нашего подрастающего поколения тем более в нашем осетинском обществе именно женщина должна большую роль играть в воспитании подрастающего поколения я бы хотел просто вам пожелать на самом деле любви взаимопонимания и счастья а счастье на самом деле это когда те понимают любовь это когда взаимно так что я вам желаю счастья любви и здоровья самое главное то 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 эти нас мы сделаем в и ты если то что это мы не в это